Сегодня я хочу познакомить вас с одним из рецептов из своей домашней коллекции. Это будет рецепт абрикосового вина. Сейчас начинается сбор урожая и нет лучшего времени, чтобы запастись на зиму домашним абрикосовым или виноградным, или еще каким-нибудь, главное, домашним вином. Присоединяйтесь, поехали! Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Самогон Саныч. Итак, рецепт абрикосового вина. Сразу говорю, все ингредиенты, которые вам понадобятся, но понадобятся они вам поэтапно. Итак, вам понадобится 10 килограмм абрикос, 6 килограмм сахара, 20 литров воды. Пункт первый. Освободить от косточек абрикосы и размять их. Абрикосы мыть ни в коем случае нельзя, ибо на их поверхности содержатся так называемые дикие дрожжи. А эти дикие дрожжи как раз нам и понадобятся для того, чтобы приготовить хорошее, качественное и вкусное вино. Пункт второй. Оставить под крышкой для того, чтобы стартовали дрожжи на полтора-двое суток. Значит, на этом этапе я воду не добавляю. Просто размял эти абрикосы и оставил их под крышкой. Крышка нужна для того, чтобы просто не залетели мухи, мышкара какая-то не попала, какая-то грязь, пыль и так далее. Но оставляем их чисто для того, чтобы понять, стартуют наши дикие дрожжи или нет. Через полтора-двое суток это будет очевидно и понятно. Появятся пузырьки, значит наши дрожжи стартовали, и мы переходим к следующему шагу. Пункт третий. Добавляем 10 литров воды и 2 килограмма сахара. Оставим все на 2-3 суток опять-таки под крышкой. Перед тем, как оставляем, тщательно перемешиваем, чтобы весь сахар растворился. Через 2-3 суток, когда все стартовало вместе с водой уже, переходим к следующему шагу. Пункт четвертый. За эти 2-3 суток у вас поднялась так называемая мезга. Значит, в то время, пока 2-3 суток продолжались, надо будет периодически перемешивать все так, чтобы разбивать эту мезгу. На последние где-то полсуток-сутки можно оставить уже, я обычно делаю так, вечером размешал, а утром делаю вот этот четвертый шаг. На четвертом шаге нам надо избавиться от мезги. Берем дуршлаг и всю эту мезгу мы выкидываем. Здесь смысл в следующем, что эта мезга мешает, она создает такой слой между вашим будущим вином и воздухом. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, в этой мезге могут завестись патогенные бактерии и безвозвратно испортить ваше вино. Итак, мезгу мы с вами удалили. После этого необходимо перелить уже в емкость для брожения. Напоминаю, что первые шаги мы делали без гидрозатвора. Значит, переливаем в емкость для брожения, добавляем 5 литров воды и еще 2 килограмма сахара. Перемешиваем и ставим под гидрозатвор. Когда брожение активизировалось, добавить еще 5 литров воды и 1 килограмм сахара. Здесь я хочу сказать следующее, что брожение активизироваться может по-разному. Все это зависит от жизненной силы ваших диких дрожжей. Вполне возможно, что это произойдет за сутки. Возможно, придется подождать 3-4 суток. Важно, что когда брожение активизировалось, нам необходимо добавить пищу для дрожжей. Пищей является как раз сахар. Заливаем еще воду, чтобы дрожжи себя чувствовали более комфортно. Пункт 6. Наше вино бродит и потихоньку брожение начинает заканчиваться. В этот момент нужно отведать этого вина. Вино уже стоит под гидрозатвором. Не бойтесь снять гидрозатвор на короткое время и попробовать это вино. Если вам покажется, что нужно добавить сахара, добавляйте. И ждите еще 2-3 суток, чтобы дрожжи освоили этот сахар. В общем, оставшийся сахар добавляется уже по вкусу. Просто у вас могут быть очень сладкие фрукты, допустим, абрикосы те же, да? А могут быть и с кислинкой. Так вот здесь уже все решает ваш вкус. Пункт 7. Когда брожение прекратится или станет очень вялым, необходимо профильтровать, снять с осадка и перелить другую емкость. Снова поставить под гидрозатвор. Пункт 8. Под гидрозатвором уже вино остается у вас на дображивание и осветление. Примерно это будет от 3 недель до 1 месяца. Возможно, у кого-то будет раньше, возможно, чуть больше. Здесь уже нет единых сроков. Все зависит, еще раз говорю, от дрожжей и температуры, при которой стоит ваше вино. В конце концов, в пункте 8, ваше вино начнет осветляться. Светляция вы это увидите. А на дне банки или той емкости, в которую вы поставили, будет собираться осадок. Пункт 9. Естественно, снимаем с осадка, снова фильтруем, разливаем по бутылкам. И последний, десятый пункт. После того, как вы разлили вино по бутылкам, необходимо его пастеризовать. Этот пункт многие не делают. Я его делаю всегда, поскольку я хочу убедиться, что все дрожжи, которые остались в вине, они должны просто погибнуть. Ибо, если вы закроете бутылку с дрожжами, они начнут снова осваивать оставшийся сахар. Бутылка может вскрыться, вино выплеснуться. А мы с вами, в общем-то, готовим вино, а явно не шампанское. Значит, поэтому я всегда пастеризую, что и вам советую. После того, как вы пропастеризовали вино в бутылках, вы уже укупориваете бутылку и оставляете на дозревание это вино в темном прохладном месте на 2-3 месяца. Конечно, вы это вино можете попробовать отведать перед пастеризацией. Это уже будет достаточно неплохое, молодое вино. Но все-таки выдержка, как вы понимаете, приветствуется. Вот и весь рецепт по большому счету. Я рад буду, что вы, если вы сделаете это домашнее абрикосовое вино, выдаю вам его сейчас, пока еще раз говорю, сезон фруктов в разгаре. И вы можете спокойно купить абрикосы и сделать вот это домашнее вино. И потом, сидя уже на диване в зимний вечер, отведать стаканчик этого вина и вспомнить лето, когда вы готовили данное вино. Вот и весь рецепт. А на сегодня все. С вами был Самогун Саныч. Подписывайтесь на канал, будет много интересного. Пишите комментарии, ставьте лайки. А вам, уважаемые зрители, здоровья и веселых застольей. Если вы делаете первые шаги в увлекательном мире домашнего самогуноварения, рекомендую приобрести мою книгу «Самогуноварение для чайников». Независимое издательство Мридера, эта книга была признана бестселлером 2020 года. Книга продается исключительно в печатном виде. Ссылочка на интернет-магазин в описании под данным видео. С вами был автор книги Самогун Саныч. А вам, уважаемые зрители, здоровья и веселых застольей.